Привет! Продолжаем сбор материалов для суда по делу народ Николаевского муниципального района против ПАОДЕК РУСГИДРА. В данном ролике выявляем факторы среды, благотворительные транзитные счета, по которым нас под угрозой геноцида принуждают вести оплату и, как следствие, возврат требования оферты в лапки капитана пиратского корабля призрака ПАОДЕК. Внимание на сюжет! Потому что сейчас попадается под статью «Отмывание денежных средств и финансирование терроризма». Специально у моего банковского счета им не было. Должен быть у меня специально мой банковский счет 408. Соответственно, у нас с вами должен быть договор. Соответственно, вы же как у нас поставщик услуги. Так как, допустим, получается, что вы постепенно, 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 союз, 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 баланс, баланса у вас нету, у вас нету никаких документов, что откуда, чтобы туда пришло. То есть, это как бы, ну, не знаю, не по Одессе даже. Вот и получается. То я вот здесь вам пишу, вот на этом письме, что у нас с вами нет договора. Это, что нет договора. Это морское право, людонародное, да? Это, это финансовое право. Нет договора. Нет договора. Это важный документ, вы можете предоставить его в суде. Вот это, вот это проверка с вашей пописи? Замечательно. Да, нет договора. Итак, это все, это все. Это и есть свободная. Время. Отпроведелю. Ставлю дату. 18. То есть, это мой ответ. Время, время оставь. 14.14. Да, время. 14.14. 14.14. Время. Время, время напишу. И вставлю свою подпись. Кратко. Это все до суда. Вы со мной судитесь маленько. В кадр. В кадр это может быть все. В том, что вы со мной судитесь, я отклонил несколько ваших заявочек на вымогательство. Вот это я сделал специально. Потому что это будет показной. Там будут предоставлены все документы. Все, давай. Ответы ваши будут предоставлены. Вот. Вот сюда. Вот здесь. Нет договора, вернуть отправитель. Здесь тоже нет договора. Вернуть отправитель. Это официально. Даю вот под съемку. Это все, все это будет выложено в сети интернет. То есть, это будет иметь уже власть. Ну, вы можете цилировать или цилировать. А что вернуть надо? Я не поняла. Нет договора. Вот что вы просите вернуть? Не отвлекайся. Я вас не просил. Так понимаем, что если у нас не договора, значит, мы отказываем вам в снаружении электроэнергии. Я правильно говорю, да? У вас нет договора. Мы вам по этому поводу... У меня с вами нет договора, я по ходу повесняю. Поэтому я выращиваю вам документы. Поэтому мы в отсутствии оказываем вам в наших потребления электроэнергии. Вы не можете отказать про 215 уголовную. Давайте, пишите короче, давайте. Вы можете мне отказать, иначе я буду... Потому что вы всего лишь перекопщик. Вы просто барыги, если другим словом назвать. Просто барыги и все. Вы считаете, что сейчас вы не оскорбляете наше предприятие? Нет, мы говорим по-одесски, можем говорить к России. Я не оскорбляю. В данном случае я никого не оскорбляю. Эти же цены повышаются каждый год. Я не хочу с вами разговаривать. Население за счет этих цен, вы не осознаете? Я не хочу с вами разговаривать вообще. А, ну да. Потому что вы можете позволить себе любое оскорбление в адрес предприятия. Но вы же называете нас должниками, хотя не имеете на это право. Должником можно признать только в суд. Вы же можете оскорблять? Это то, что я довожу до вашего сведения. Я готов оплачивать. Но кому мы готовы оплачивать? Пожалуйста, выписку за три года. Я потерял квитанцию. Они мне дадут его. А если я сейчас пришел в банк и говорю, дайте мне выписку. Вот за этот ваш общий счет, да? Они говорят, мы не можем. А я их спрашиваю, почему? Они говорят, а это вообще боготворительный транзит, надшорный счет. Счет, то есть, понимаете? Вы сами придумали, я не буду. Так, спасибо. Спасибо, все в письменном виде. Возьмите, пожалуйста. Так, это через приемную, через секретаря. Я ничего не придумала. Все через приемную, через секретаря. Я как бухгалтер не имею право на этих документах править. Мы довели до вашего сведения, что мы к вам еще придем. Затребуем. Чтобы у нас были ответы грамотные. Приемная работает сейчас, да? Или сейчас мы... Если приемная нет, давайте я вам... Давайте мы сразу вам отдадим. Жека, отдай вот это. Я под копию. Гражданки, понимаете, вот это отдали. Еще вопрос такой. Я понимаю, что сейчас у вас рабочее время. Все-таки мы хотим донести до вашего сведения, что отвлечение электроэнергии, как такового, без правоостанавливающих документов, без решения суда, без акта суда, является актом полиграции. То есть, если вы подали сейчас вот эту заявку, да, мы сейчас придем... У вас кто отключал? Кто вас посредник отключает? Ваша компания отключает непосредственно? Вот, все бывает по-разному. Какое конкретно ограничение вас интересует? Отключение электроэнергии, отрезание... Да, хорошо идет по заявке через сейфу. Все не включаются, сейферская организация. У вас есть с ними договоренность все есть, да? Как полгода. Договор все есть, да? Они отключают. Да. У них, соответственно, акт, да? Работает маршрутный лист, да? Да. То есть, вы непосредственно принимаете решение без акта суда, да? Да, принимаем решение на основании документов, которые мы направляли. Уведомителя и предупредителя. Без актов судебных, да? Да, без актов судебных. Хорошо. Все, что мы показываем, необходимо делать спокойно и благожелательно. Выполняя показанные здесь действия, мы ставим руководство фирмы призрака, Пао Дек, перед фактом свершившегося. Мы прозрели и требуем объяснений. Такой ход вещей руководству фирмы призрака Пао Дек явно не по нраву. Тем не менее, нет договора требования аферту вернуть отправителю. Правда победит, а совесть поможет. Выявляйте пиратов и не забывайте ставить лайки. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok